Жители 15-го дома на Быковском шоссе в Малаховке заливают с кровли. То снег тает, то дожди идут. Проблемы начались после капитального ремонта жесткой кровли. С целью решения вопроса на место выехал инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору Московской области, а также представители администрации и управляющих компаний. Тут стена, прям вот третья этаж у меня, между кухней и вот подъездом. Видите, вот эта стена, вот она была вся мокрая. 15-й дом на Быковском шоссе построен в 1960 году и ни разу у жильцов не было нареканий. Но в 2016-м здесь в рамках программы капитального ремонта заменили кровлю. И с первой же весной жильцов залило талыми водами. Нет, понятно, он начинает по стене течь, он из розеток вытекает. И здесь, насколько мы посмотрели, здесь слуховые окна. Да, у вас как раз именно слуховые окна. И в этом заключении, которое сделали, там как раз написали, что неправильное примыкание вокруг слухового окна. Да, мы это и нашли. Софья Павлова живет на четвертом этаже. Ремонтировать свою квартиру даже не пытается. Небольшой дождь и стены снова мокрые. Она боится короткого замыкания в проводке из-за воды и пожара. Пострадали не только жители четвертого этажа, пострадали еще и жители третьих и даже вторых этажей. Потому что все это протекало, текло по стенам, текло внутри квартир, текло по окнам, под оконникам. Не раз обращались в управляющую компанию. Их за это время у нас сменилось несколько. Предлагался и делался локальный ремонт, который эту ситуацию никак не изменил. В начале августа текущего года этот многоквартирный дом передали под руководство ЛГЖТ. Совместно с представителями администрации и экспертами провели проверку состояния крыши и выявили нарушения в технологии укладки профнастила и гидроизоляции. С жителями мы проговорили о алгоритме будущих действий. Соответственно, управляющая компания, которая была на месте, также получила указание о необходимости содействовать жителям в проведении общего собрания собственников. для включения дома в программу капитального ремонта. В частности, кровли. В краткосрочную программу капитального ремонта мы будем включать одновременно и кровлю, и внутренние инженерные системы. Поступило обращение от жителей по вопросу протечки кровли. Наши специалисты вышли на кровлю, провели обследование. Да, конечно, есть огромные замечания, и локальный ремонт в ближайшее время будет произведен. По результатам встречи и исследования крыши решено. Дом внесут в краткосрочную программу капитального ремонта. А пока произведут частичное восстановление кровли. Источник протечек устранят в течение месяца. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, Люберецкое телевидение.